В этом уроке мы разберем, как создать криптомейт маски в Unreal Engine. Этот тип вспомогательных изображений также называют MaskID, ObjectID, MaterialID Mask. Криптомейт позволяет быстро выделять и редактировать отдельные элементы рендера, что значительно ускоряет работу и делает постобработку визуализации более гибкой. В качестве примера воспользуемся стандартным шаблоном ArchViz. Перед началом убедитесь, что у вас активированы плагины MovieRenderQueue и MovieRenderQueueAdditionalPasses. Далее создаем камеру и активируем ее во вьюпорте, выбрав нужный ракурс. Создаем секвенцию и сохраняем ее в папке Content. Добавляем камеру в секвенцию. Для нашего теста достаточно будет отрендерить один фрейм. Заходим в настройки MovieRenderQueue. Добавляем опцию Objects IDs Limited. ID Type оставлю по умолчанию Full. Активируйте галочку Include Translucent Objects, если вам необходимо учитывать полупрозрачные объекты при рендеринге изображения. Далее очень важно вместо формата JPEG необходимо выбрать формат EXR. В других форматах CryptoMate может работать некорректно. Если вам нужна будет маска в формате JPEG или PNG, то это можно будет сделать позже, сохранив ее из Photoshop. Настройки Output оставлю по умолчанию. Запускаем рендер. Итак, наше изображение отрендерилось, но перед открытием файла в Photoshop необходимо установить бесплатный плагин EXR.IO. Если плагин был установлен успешно, то при открытии файла вы увидите данное всплывающее окно. Очень важно, чтобы был активирован пункт CryptoMate Masks и Transparent. Все остальное в нашем случае не имеет значения, но в качестве примера оставлю все настройки по умолчанию. Итак, после открытия мы видим, что мы получили большое количество слоев, среди которых сам рендер, а также маски объектов, окрашенные белым цветом с прозрачностью. Для того, чтобы убедиться, что это действительно слои с отдельными объектами рендера, перемещу наш рендер ниже по слоям. Мы видим, что все объекты над рендером окрашиваются белым цветом, но это пока не тот результат, который нам нужен. Поэтому для того, чтобы все эти слои имели рандомный цвет, я написал скрипт для фотошопа. Но перед тем, как его запустить, необходимо изменить битность изображения на 16 битс ченнел. Далее сохраняю файл фотошопа и запускаю скрипт File Scripts Browse. Выбираю наш скрипт UE Masking ID. Скачать его можно будет по ссылке в описании. В результате работы скрипта, все видимые слои окрасились в рандомный цвет с сохранением прозрачности. Если нужно изменить цвет какого-либо объекта, выберите инструмент Move Tool. Зажав клавишу Alt, кликаем по объекту, цвет которого планируете поменять. Его слой автоматически активируется из всего списка слоев изображения. Длинным щелчком по изображению цвета заливки открываем меню стиля изображения и активируем опцию Color Overlay для возможности сменить цвет. Нам остается объединить все слои. Сделать это можно нажатием Shift-Ctrl-E, либо выделив слои через Shift и нажать Merge Loers. На этом все. Далее при помощи инструментов выделения вы можете выделить нужную вам область и добавить нужные корректирующие слои, такие как экспозиция и другие. Напоследок, коротко о скрипте для фотошопа. Я его сгенерировал при помощи ChatGPT. Текст скрипта сохраняется в обычном текстовом документе. Важно сменить расширение с TXT на GSX. Если по какой-то причине в вашей версии фотошопа скрипт не работает корректно, вы можете содержимое скрипта закинуть снова в ChatGPT с указанием вашей версии фотошопа для адаптации. Надеюсь этот урок помог вам разобраться с криптомейт масками в Unreal Engine. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и задавайте вопросы в комментариях на ютубе. Это поможет продвижению видео и будет мотивировать меня делать новые уроки.